Есть у меня к вам важное дело Я вообще долго думала, какую номинацию дать этому человеку, потому что уже нифига их распилит Сейчас придется все это седать Нашел айфон на улице Для похудания Канила, ты кто? Зелой А ты злой или добрый? Злой Ох, ты напугать можешь, да? Да Все Ну-ка, напугай О-о-о, страшно, папа Покажи глаза-то свои, наклонись О-о-о, я вижу твои зубы И нос огромный И хвостик еще есть у тигру Нет, хвост Хвост Хвост, да Ай-я-я-я-я-я Давай-давай-давай, давай Давай Итак, первую игру. Победа идет за мной. На втором месте Данил и третий у нас Вадим. Я вначале побеждала. Ну давай, у тебя есть еще шанс. Играем в вторую партию. Данил, Данил, кто выигрываешь? Я иди, Вадим. Давай, давай. По итогам двух игр я на первой месте. Вадим на второй, на втором и третий. Всего лишь подночку. На третьем месте. Ну что, понравилось играть? Да. Давай еще. Еще придем сюда? Еще, еще. Привет, ребята. Я Памелла. Есть у меня к вам важное дело. В этот ясный зимний день двигаться мне совсем не лень. Ведь я вкусный витамин. Солнечный и яркий. Я к вам в пользу прикатил с Африкой подарком. Как вам, Памелла? Так. Будете есть меня? Нет. Да. Молодец, Данилка. Да. Вкусные витаминки Памелла есть. Да. Ну давайте будем есть. За кулисами. Вот кто управлял. Памелла. Я Памелла. У меня к вам дело. А, я озвучил. А вот еще один зритель. Самый благодарный. Давай покажи ему. Супер, Юзи. Привет, Саня. Я Памелла. У меня к тебе большое дело. Касил. В разделе Памелла. Какое дело. Пирим, пирим, пирим. Это, смотри, лебедь стал. А это птичка. Это Катенька. Птичка полетела. Это большой орех. Ингредиент. Чак. Ленга. Ленга. Сам ходит уже. Саша у нас, да? Меня. Ленга. Вот так ручит, да? Иди-ка. Пап. Ладно. Хватит. Хватит. Давай, давай. О, молодец какой. Не шучу ты. Жираф уже пришел, собирается выглядеть сегодня, он будет из шариков. Так хотелось настоящего, даже не видеть. Вот такой жираф с меня ростом. С именинником решила сфотографироваться? С двумя. Один у меня и второй у меня. Один еще совсем маленький, а потом уже ой, какой большой вырост. И еще много-много-много везде у тебя их тут. Да, еще много-много-много жираф. Я вообще долго думала, какую номинацию дать этому человеку. Потому что, ну не потому что не знала, а потому что думаю, блин, и под то подходит, и под это подходит. Под что же его, под что же его подписать, подвести. В итоге я решила, что у хорошего человека может быть две номинации. «Открытие года» и «Видеограф года». Правильно сказала? Наверное. «Видеограф года» и «Видеограф года». Потому что на протяжении всего года Женя снимал все праздники активно с нами. Он участвовал во всех проектах. Он постоянно с нами на всех мероприятиях, которые мы проводим. Там социальные и несоциальные. То есть он всегда рядом. Он всегда за любой кипиш. Это будь то день двора, будь то там детский дом какой-то. Потому что он всегда рядом с нами. Поэтому, Женя, я благодарна тебе. Твою творческую студию и КТВ, и тебя, и с другим Евгением. Я желаю вам творческих успехов и развития большого. «С днём рождения, жирафик! С днём рождения тебя!» «Мы сейчас вместе, жирафик!» «Ура!» 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 «Хочу показать, как проходит фотосессия еды. Насколько её бывает много. Что-то уже подъели, что-то ещё лежит после фотографий. Это пиццы, сыры, мясо, курица, салатики. Всё вот это фотографируется, а потом кто-то съедает. Всё происходит на этом столе. Спартанские условия, но фотографии должны получиться хорошими, аппетитными. Самое такое – это вот холодное всё. Все вот эти нарезки. С ними больше. А с горячкой просто…» «Расскажи, где мы находимся?» «Мы находимся в магазине продуктовом. Нашим друзьям Читы Дыкины». «Чем славится этот магазин?» «Найвкуснейшая выпечка славится. Изумительного вкуса, свежайшая, ароматная. И вот мои личные наблюдения, здесь очень низкие цены». «На масло, на колбасу?» «На масло, на колбасу, на бакалею, на всё. Соки здесь по 36 рублей литровые. Хорошего качества. Это качественно здорово». «Вся и нехороший этот сахар. Берите вот ложечка». Сегодня проходит второй день съёмок. Снимаем еду для меню. Проходит это вот в таком зале. Я уже вчера показывал. Сегодня будут у нас горячие блюда. Как проходит съёмка. Немножко покажу в ускоренной съёмке. Так что, если интересно, смотрите. Вот такие осьминожки из сосисок. Это уже девятое блюдо, которое мы отфотографировали. Здесь можно видеть бутербродики. Рыбка фаршированная. Мясо. Не знаю, что за мясо. Здесь тоже. Вот это курица. Пюре. Картошечка. И картошка с овощами. Сливки бегут, честно говорю. Добавилась паста. Всякое разное. Хлеб. Ты даже не к этому качал? А? Покачал. Покачал. И вот. Ещё паста. Сейчас будет. Я ещё сковородку сделаю. Почти. Ну, Женя, я нефигайф радствлил. Лук можно передать. Лук. 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 Пиксор градусов. Писпература у нас деревянская вообще распопила. Круто. Давай. Стой. Алена, стой. Алена, сюда стой. Куда ты унесла? надо быстрее пока шипит передать все пузырьки в общем горячие блюда на сегодня закончились сейчас придется все это съедать получится не получится нас пока четверо ну может будет пятеро должны съесть приятного аппетита нам еще раз коктейль то как называется это мокосиропа клубники готовится мокосиропом самое что интересное за этим наблюдают четыре телефона у нас новый прикол кетчуп томатный нашли написано кетчуп томатный давай покажем что там белый кетчуп давай еще откроем для уверенности вот здесь на самом деле кетчуп соль с перцем то майонез кетчуп не всегда можно угадать что там когда у вас правый руль и надо открыть ворота она сегодня именинник саша ты тоже хочешь быть именинником саша исполнилось сегодня 10 месяцев кто сегодня поздравлял сашу ты поздравлял по-братски поцелуй братика покажи еще раз днем рожденье папа вот она братская любовь старшенький услышал прибежал не надо все открыли глаза широко широко посмотрели все на дяде дженни нос раз два три раз два три поздравляем 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 зеравима 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 как на синий день рождения И спекли мы коровай Вот такой жирный Вот такой нежный Вот такой жирный Скажи, с днём рождения! Данил, ты подарок подарил семье? Да! С днём рождения поздравил? А? А свечки на тортике подержатся? Ой! Задуваются? Да! Нашёл айфон на улице Телефон был разряжен 1% Поставил его на зарядку Сейчас разместил объявление В нескольких группах Верхней Пышмы Думаю, найдётся хозяин Вообще посмотрим, как Возможно ли найти хозяина данного телефона Ну, телефон вообще-то включен Может позвонят Или смс-ку Сбросят Надо вернуть Надо вернуть Отдать телефон Звонит Агарак Ответим, попробуем Ваня, Ваня, Ваня Алло Алло, Ванючка Кто? Привет, привет Привет, это кто? Я Ваню звоню Ты знаешь, я этот телефон нашёл Позвоник Попробуй найти хозяина телефона И пусть он наберёт сюда Я ему телефон верну Ага А этот Так я могу забрать Я его друг просто Не, ну пускай как бы хозяин заберёт Я хозяину готов отдать Ага, всё, понял Пока я сейчас хозяин Я приведу телефон в порядок Потому что он, конечно, в очень Таком грязном состоянии Надо протереть все входы, выходы Стекло Алло Алло Да Здравствуйте Здравствуйте А вот мой телефон нашли? Да, всё верно А где я его потерял? А ты сам не помнишь, что ли? Нет Интересно получается На юбилейный был сегодня? Да, был на юбилейный Ну вот около магазина на стоянке там А, понятно А что это, как забрать можно? Ну, если ты сможешь приехать Могу Ну давай подъезжай И я тебе передам его Хорошо, ладно Ты мне скажи какие-нибудь отличительные черты Своего телефона-то хоть У меня сзади красная рука Ну всё верно, да Алло Алло, Ваня? Нет, это не Ваня А, где он? Через полчаса перезвоните Окей Алло Алло, ну я подъехал? Привет Привет Держи Спасибо, спасибо Ты найдёшь, возвращай телефон Тебе звонил сейчас брат какой-то Брат какой-то тебе звонил Ну, Нелли начался курс Для похудания Ну чё ты? Не снимай меня В общем, скоро она будет стройной, худенькой Ты чё убежала-то? Ты чё ты занимаешься? Ты чё ты снимаешь? Люди, занимайся Так, спасибо Профессор Счастье Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Субтитры подогнал «Симон»